глава слова мнение суждения ваша мантра когда вы играете и вдруг чувствуете будто что-то не в порядке вы почему-то делаете ошибки вы невнимательны вам то и дело мешают что-то работать если у вас есть привычка совершенно автоматическая обращаться к мантре повторению сокровенных слов эта привычка может произвести потрясающий эффект вы избираете свою мантру или скорее она сама однажды избирает вас она приходит к вам спонтанно в момент какого-то затруднения в то время когда вы испытываете очень серьезные трудности когда вас что-то мучает вы обеспокоены встревожены не знаете что может случиться внезапно она раскрывается в вас внутри вас возникает слово и для каждого она может быть различным если вы запомните это слово и всякий раз встречаясь с трудностями будете повторять его действие его станет все побеждающим например если вы чувствуете в себе предболезненное состояние или чувствуете что дело за которые вы взялись идет у вас из рук вон плохо если вы чувствуете что-то злое которая намерена напасть на вас тогда но это должно происходить спонтанно мантра должна подниматься из вас без мысли вы избираете собственную мантру и она будет являться спонтанным выражением вашей устремленности она может состоять всего из одного слова или из двух слов или из трех она может быть даже изречением все зависит от человека но она обязательно должна быть тем сокровенным звуком который пробуждает вас определенное состояние тогда если она у вас есть уверяю вас вы сможете преодолеть любые препятствия без всяких затруднений лучше всего когда слово приходит к вам спонтанно вы взываете в момент великой трудности ментальной витальной физической или эмоциональной какой бы она ни было и внезапно что-то возникает в вас два или три слова подобных магическому заклинанию вы должны запомнить эти слова и выработать привычку повторять их в тот момент когда возникает затруднение если у вас выработана такая привычка однажды это случится непроизвольно как только возникнут затруднения в тот же момент придет и мантра затем вы увидите каким чудесным окажется результат но мантра не должна быть искусственным изобретением или чем-то таким что вы сами для себя специально придумали например вы скажете себе я буду использовать эти слова или кто-нибудь скажет вам вот и знаешь эти слова очень хорошие они может быть очень хороши для него но не для вас говорить только совершенно необходимое я думаю что каждый из вас пытался совсем недолго но хотя бы один час не говорить ничего кроме самых необходимых слов ни на одно слово больше ни на одном меньше возьмите всего один час вашей жизни один единственный час наиболее удобный и в течение этого времени пристально наблюдайте за собой и произносите только совершенно необходимые слова первая трудность состоит в том чтобы узнать какие же именно слова являются совершенно необходимыми а какие нет это саму по себе целая наука в которой можно ежедневно совершенствоваться далее вы увидите что пока вы не говорите ничего оставаться молчаливым совсем не трудно как только вы заговорите вы непременно произнесете 2 3 10 или даже 20 совершенно бесполезных слов которые вообще не было никакой необходимости употреблять болтливость приводит к деградации есть такие состояния в которых даже самая простая беседа которая вынуждает вас оставаться на уровне обыденного сознания вызывает у вас головную боль чувство тошноты и если она продолжается долго то может даже привести к лихорадке я имею ввиду конечно бессмысленную болтовню и знаете я уверена что кроме немногих исключений каждый из вас потакает себе в этом занятии когда говорит о том о чем вообще следовало бы молчать или же просто болтает о чем попало в конце концов это становится для вас естественным и даже не беспокоит но если вы и дальше будете продолжать в том же духе ваше сознание не сможет подняться так как вы привязываете самого же себя железной цепью к обыденному и работа в подсознании не только не делается но даже и не начинается те кто хотят развиваться встречают достаточно трудности так что вряд ли стоит искать их вовне конечно усилия поддерживающее сознание на высшем уровне вначале утомляет как упражнение которое вы делаете чтобы развить свои мышцы но ведь из-за этой усталости вы не бросаете гимнастику поэтому продолжаете делать то же самое только ментально они физически вы не должны позволять вашему уму опускаться до болтовни которая разлагает вас если вы хотите практиковать йогу то вам следует воздерживаться от пустых разговоров вот и все расширение вашего мышления вы с кем-то беседуете ваш собеседник что-то говорит вам вы с ним не согласны и как это чаще всего бывает начинается спор разумеется ни к чему кроме ссоры этот спор не приведет особенно если вы раздражительный человек поэтому вместо того чтобы доводить все до конфликта вместо того чтобы настаивать на собственных словах или идеях скажите себе стоп я должен попытаться понять почему он говорит мне это да действительно почему он мне говорит все это и вы концентрируетесь почему 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 вы пытаетесь понять в это время ваш собеседник продолжает говорить не так ли он счастлив он радуется тому что вы больше не возражаете он захлеб говорит он возбужден он уверен в том что убедил вас вы же все больше концентрируетесь на содержание его речи все больше чувствуете суть излагаемой им мысли и когда постепенно через его слова входите в состояние его ума а когда вы вошли в его мысль вы вдруг начинаете понимать способ его мышление и вы уже знаете почему он говорил с вами подобным образом и после этого если вы достаточно понятливы то наверняка придете к пониманию более точному чем то что было у вас раньше вы соедините два пути вместе и найдете истину способную примирить вас обоих это настоящий прогресс и лучший способ расширения вашего мышления если вы начинаете спор то сохраняйте при этом спокойствие вы должны быть спокойными ничего не говорить вам только надо попытаться увидеть проблему так как видит ее другой человек это конечно же не заставит вас забыть о собственном взгляде на эти вещи вовсе нет но вы сможете соединить ваши подходы и благодаря этому достичь реального прогресса вмешиваться в дела других вопрос какая позиция лучше вмешиваться или не вмешиваться в дела других для того чтобы вмешиваться в чьи-то дела вы должны быть уверены что вы правы что ваше видение безупречно подлинно и более совершенно чем видение других людей поэтому всегда разумнее всегда мудрее не вмешиваться люди всегда вмешиваются не в попад без особого смысла просто потому что у них выработалась привычка давать советы другим даже когда вы обладаете видением истины крайне редко вмешательство будет разумным оно неизбежно только в том случае когда человек совершает поступок ведущий к катастрофе но даже тогда вмешательство мать улыбается не всегда может быть действенным конечно вмешательство оправдано только в том случае если вы абсолютно уверены в своем видении истины и не только истины как таковой но также и возможных последствий вашего вмешательства чтобы вмешиваться в чьи-то действия человек должен быть пророком пророком добрым и сострадательным мало того человек должен иметь видение последствий его вмешательств в чью-то судьбу люди всегда дают друг другу советы сделай так-то и так-то не делай того-то и того-то люди не имеют даже представления о том какой беспорядок они создают как увеличивают и усиливают его своими советами беспорядок путаница хаос вот что является следствием их вмешательства а иногда они даже наносят вред нормальному естественному развитию индивидуальности я считаю такие мнения и советы исключительно опасными и чаще всего совершенно бесполезными вы не должны вмешиваться в дела других до тех пор пока не станете бесконечно мудрее их хотя человек всегда уверен в том что он мудрее но я имею в виду вашу объективную мудрость а не мнение и представление о себе до тех пор пока вы не подниметесь над всеми страстями над всеми желаниями и слепыми реакциями вам не следует и думать о том чтобы вмешиваться в дела других людей для того чтобы иметь право вмешиваться в чью-то жизнь вы должны быть выше даже если кто-то просит вас об этом вам не следует уступать а если никто не просит то это тем более не ваше дело судить о других если у вас нет постоянного видения божественного во всех вещах вы не только не имеете права судить о состоянии в котором находятся другие но у вас нет и быть не может даже способности к этому и с легкостью высказывать свое суждение о ком-то не имея такого видения это и есть точный пример это и есть точный пример той ментальной самонадеянности о которой всегда говорил Шри Авробинда и так происходит всегда те люди у которых есть подлинное видение и сознание которые способны узреть истину во всех вещах именно эти люди не испытывают потребности судить о ком-то или о чем-то они понимают и знают все поэтому раз и навсегда вы должны уяснить себе что в тот момент когда вы самонадеянно изрекаете какие-либо суждения о вещах о людях об обстоятельствах о событиях вы находитесь в состоянии самого полного человеческого невидения короче можно сказать так когда вы по-настоящему что-то понимаете вы больше не судите и наоборот когда вы судите это значит что вы ничего не понимаете и не знаете люди не имеют права судить вывод всегда один и тот же следует скромно и молчаливо уважать то что вы не знаете а также постоянно внутренне стремиться преодолеть собственное невидение человеческому прогрессу могло бы способствовать уважение людьми того чего они не знают а признание этого невидения это признание своей неспособности судить но мы как раз постоянно судим о вещах нам совершенно неизвестных и безапелляционно утверждаем это возможно а это невозможно но знаем ли мы то о чем говорим у нас даже появляется чувство некоторого превосходства из-за того что мы с таким глубокомыслием подвергаем сомнению то о чем не имеем ни малейшего представления сомнения люди убеждены что сомнение является признаком глубокого ума в то время как оно только признак примитивной природы скептицизм и сомнения два величайших препятствия для прогресса так как они соединяют самонадеянность с неведением сомнений сомнений сомнений